Винт вердолёта Ми-2, парашют и чёрный ящик. Тем, кто влюблён в небо, советуем посетить музей авиации и космонавтики, который располагается в авиационном техникуме имени Швецова. Это собачьи варежки, которые нам подарил командир Шестаков, летчик. Это самое вот до войны, после войны. Вот фотография подтверждает, что такая форма была, летали. Потому что самолёты не отапливались, самолёты были открытые. Музей авиации и космонавтики работает бесплатно. Вот только обязательно нужно записаться по телефону, чтобы встретиться с основателем этого всего. Нашей съёмочной группе повезло. Перед нами Галина Смагина, командир воздушных судов Як-40, Ту-134, рекордсменка мира по дальности и скорости полёта, пилот первого класса. Это как работает реактивный двигатель. Показано полностью циклом. А это планшет. Дети обычно удивляются, когда вместо компьютера видят сумку. Да, планшеты во времена Сталина были другие. Впрочем, как и парашюты. Они когда-то были квадратные, рассказывает Галина Олеговна. Если мы его раскроем, его так полуаудитория у нас займёт, потолок весь закроет. Увы, ях, мы этого не можем пока себе позволить. Проверить, какой купол у этого парашюта, увы, невозможно. Зато разрешается его, так сказать, примерить. Ой, вообще красота. Полетели! Каждый посетитель этого музея может ощутить себя в небе и на секунду оторваться от земли. Вот такая романтика. А вы знаете, что сотрудники Эрмитажа с завидным постоянством прилетают в Пермь ради изучения нашей античной коллекции? В сокровищнице классического университета хранятся предметы быта древних греков. Вот, например, сосуд Ойнахоя. Греки использовали его для того, чтобы разливать вино. Обратите внимание, у него будто бы три горлышка, три стока. Якобы греки ставили на перах три стакана и одновременно могли из этого сосуда наливать в три стакана вино. Но на самом деле ничего подобного не происходит. Это просто изящный элемент декора. Вот она, опьяняющая красота. Большинство экспонатов античной коллекции связаны с культурой винопития. Судя по всему, древних греков интересовало вино, зерно и вода. Все это они перевозили вот в таких сосудах. Здесь у нас представлена амфора, которой предположительно более двух тысяч лет. Удивительно, но есть еще люди, которые до сих пор путают археологов и палеонтологов. Вы сможете узнать много нового об истории развития жизни на Земле, если посетите музей палеонтологии и исторической геологии. Он также располагается в классическом университете. Это древняя рыба, которая была покрыта панцирем и когда-то плавала в древних морях нашей планеты. Когда-то на территории Пермского края обитали бизоны. Этот, например, гулял по берегу реки в Добрянском районе. По крайней мере, там его нашли. Здесь даже есть яйцо динозавра. А вот чего не найдешь, так это рога у носорога. Почему? На этот вопрос отвечает наука. Точнее, Виталий Красильников. А вот если говорить, например, о представителях Пермского моря, то нужно упомянуть такую интересную, так скажем, хрящевую рыбу под названием геликоприон. Что она из себя представляла? Это была такая своеобразная хрящевая рыба длиной примерно 3,5, может быть, чуть больше метра. Родственница акул. Но что в ней было своеобразного? Оказывается, у этой рыбы челюсть была в виде спирали. Как мы об этом узнали? Палеонтологический след. Музей работает бесплатно. И таких уникальных мест в нашем городе немало. Например, есть музей кино и телевидения. Он располагается в школе номер 135. Или музей пермской нефти, где можно увидеть черное золото и даже понюхать его. Вход свободный. Одно условие. Группы должны быть небольшие, не более 15 человек. Все-таки история – очень хрупкая вещь. Анастасия Петухова, Константин Старков, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова